История о войне Они совершали жестокие набеги на людей, живших на поверхности, ввергнув в мир в отчаяние Они жгли до тла леса, осушали живительные родники и убивали без колебаний Ими двигала неутолимая жажда заполучить защищаемую богиней великую силу И сила та была невиданная Дарованная божествами древности, она могла исполнить любое желание обладавшего ей Эта сила была так велика, что древние божества верили ее для сохранности богине И чтобы не дать заполнившему мир злу получить ее Богиня собрала вместе всех выживших людей на холме А затем отправила его в небо за облака, куда ордам демонов было не добраться Убедившись, что люди в безопасности, богиня присоединилась к борьбе со злыми силами И загнала их обратно в недра земли На поверхности снова воцарился мир Это история, которую вы, люди, передавали из поколения в поколение на протяжении многих лет Но с ней тесно переплетены и другие легенды, воспоминания которых уже давно стерты из памяти Пришло время для новой легенды, также связанной с этой великой историей Легенды, которая будет написана твоей рукой Приветище! Это легенда о Зельде Skyward Sword HD Ремастер игры, которая вышла в 2011 году И я тебе хочу сказать, что эта игра расскажет нам, откуда взялся Мастер Меч И многое-многое другое, которое мы видели в Батве Ну то есть в ту легенду Зельды, в которой мы играли Ну а теперь, когда я все рассказал, погнали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот это у меня сны Кошмары постоянно мучают Ужас О, здорово! Ха! С кровати упал! Уютненькая комнатушечка Ну? Спасибо! И пока! Доброе утречки, ё-моё! Так-так-так-так, чё там написано? Привет, Соня! Знай, как ты любишь поспать подольше Так что, думаю, это письмо и станет твоим будильником на сегодня Угадала? Ну, типа да, угадала Проснись и пойлинк Сегодня церемония окрыления Ты обещал встретиться со мной перед началом, помнишь? Не заставляй меня ждать Зельда Ну всё! Академия рыцарей Ю-ху! Мы в академии, в академии Я маленький линк Мне тут лет, наверное, 14-16 Не знаю, сколько мне лет Тут немножечко непривычное управление по сравнению с ботвой Но я думаю, что я смогу Я смогу пересилить себя Что мы можем делать? Мы можем также взаимодействовать со всем окружающим миром Ну почти, почти со всем Что можем, то можем, как говорится О, шкафчик Давай заглянем сюда Чё у нас тут? Нифига себе, у меня там барахолка И синяя рупия завалилась Она приравняется к пяти зелёным рупиям Ну отлично Денежки пошли Надо поковыряться по карманам, может я больше монет найду Ну, вроде бы здесь всё Тренировочка с утра Гимнастика О! Ой-ой-ой Ой, случайно вышел Всё, короче, тут вроде бы всё Я всё смотрел Выходим отсюда Прогуляемся по академии О, какие-то записочки, смотри Чё тут написано Аккуратность Гордость рыцаря Держите свою комнату в порядке Ага, понятно Тут чего? Грусь Живёт грусь Заперто Короче, я уже тут побегал Тут на самом деле всё заперто везде Так что пойдём Сразу пройдёмся по важным местам Например, вот по вот этим Ишь, чувак пыжится Здарова, Феня Доброе утро, Линк Сегодня же большая церемония окрыления, верно? Я тоже надеялся поучаствовать, но не прошёл отбор Так что застрял здесь в академии Кроме того, мне нужно отнести эти бочки на кухню Надеялся, что смогу хотя бы поболеть за тебя, Линк, но... Ну, что поделать Покажи им класс, дружище Смотри Я тоже могу бочку поднять, гляди Видал? Видал, какой я мощный Хоп, хоп, хоп Ты мне скажи только, куда их отнести? Я тебе помогу А, Линк Помочь пришёл? Ты со мной всегда так добр Ну, раз уж ты предлагаешь помочь, то не откажусь Нужно, чтобы ты взял одну из этих бочек и отнёс её к старой кухарке У нас будут большие неприятности, если мы разобьём какую-нибудь бочку Поэтому даже не думаю бросать или катать их Берём бочку Давай, бочёночек Он говорил не бросать бочки, да? Сейчас я попробую это сделать А, прикольно Ой, ой Случайно разбил Извини, дружище, дай я твою возьму А, Линк, помочь пришёл? Да отстань, отстань Нет, 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 мы это уже болтали Пропустить, как это сделать? Просто отойди отсюда, отойди Дай я возьму твою бочку Взять бочку Вот И потащили Я не думал, конечно, что бочка разобьётся Я думал, она покатится где-нибудь, остановится и я её подберу Ну вот Так Ну, кухарка, по всей видимости, здесь Здесь огромная столовая Кухарочка, вон она стоит Выносливость кончается, надо бочку положить, а то разбомблю её Всё, я принёс бочку тебе, кухарка, здорово Ась Линк Что это ты мне тут приволок? Вообще-то это птеня должен был делать Ну да ладно, раз уж принёс бочку, то поставь тут Да-да, прямо здесь Ооо, ещё прямо у носа поставить надо Да Да, бочоночка видимо Да там же ничего не было, помнишь мы её разбили? Помнишь, как будто это было давно Только что разбили, там ничего не было Вот тебе бабуль бочка, держи Что ж творится-то? Я же птени поручила Ну может оно и к лучшему Он, небось, и поднять не смог бы С его-то комплекцией Погоди, у тебя разве сегодня не важна церемония? Ну так или иначе, спасибо за помощь А я могу чё-нибудь тут тебе помочь? Не знаю, чё-нибудь разбить? Я мастер этих дел Ой, всё, пора валить Хе-хе-хе, бежим Это туалет Метелочки, унитаз Ну давай посидим На дорожечку. Перед церемонией-то надо все-таки все дела сделать. Почему даже штаны не снял? Унитаз, главное, смылся. Видимо, я что-то там пусканул. Погнали, короче, дальше. Пойдем теперь на второй этаж поднимемся. Линк! Пипит кричит. Если ты собираешься на площадь, то быстрее всего будет через дверь на первом этаже. На втором все еще заперто. Там точно не выйти. А, ну ок. Не понимаю, где обед-то? Надо будет с повариха поговорить. О, кстати, насчет повариха я ей только что бочку занес. Скоро обед будет. Погнали через первый этаж. На втором этаже там тоже комнаты. Жилые комнаты, детишек. И там нечего делать, в принципе. Мы на улице! Ура! Небоземь. Ну-ка, ну-ка. 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 Пойдем прошвырнемся тут в подгорьку. Цветочечки, горшочечки. Так. А куда нам идти-то? А, нам... О, здорово. Ты кто такой? Не знаю, кто ты. Филион. Эй, Линк, иди-ка сюда. Деньги есть. А если найду. Хе-хе. Смотри, какой он забавный, эльфик. Доброе утро, Линк. Сегодня долгожданная церемония окрыления. Ты готов? Ах да, чуть не забыл. У меня к тебе просьба. Пожалуй, у тебя получится забраться на эти ящики. Мне кажется, тебе это должно быть совсем просто. Попробуй забраться. Ща вообще влёгку. Я умею рывки делать. Разворачиваем камеру. А, кстати, подожди. Во, во, во. Точно, так камера быстро поворачивается. Отлично. Правда, блевать хочется, но ничего. Забегаем. Опачки. Не понял. Чё, кажется, утром мало ел бы что. Опа, на. Так, разворот. Перепрыгиваем. Я здесь. Я здесь, товарищ Филион. Филининон. Или как Филинон, да. Ну, Линк, какие планы? Решил в последний момент попрактиковаться в полётах? Хм. А, тебя Зельда ждёт. Значит, ты как раз вовремя. Видишь ли, у отца Зельды, ректора Гепоры, есть домашний питомец по имени Мия. И, в общем, он снова убежал. Смотри. Вон там, видишь её? Да, вижу. Ректор и Зельда очень заняты подготовкой к церемонии. Я подумал, неплохо было бы Мию покормить. Но церемония скоро начнётся. Да, я только переоделся. Так что лезь туда, за ней. Ну, в общем, не мог бы ты её оттуда достать? Смотри, мы можем общаться. Мы, наконец-то, научились говорить. Так, запросто. Я занят. Ну, да ладно. Чё, кошечку-то достать? Запросто достанем. Не вопрос. Правда? Отлично. Я знаю, что ты спешишь. И очень тебе признателен. Ну, что ж, ладно. Пойдём карабкаться. Так, вот карниз. Сюда. Выносливость в виде клевера какого-то. Сколько тут листиков у клевера? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьми листовый клевер. И перепрыгиваем сюда. Карабкаемся здесь. Эу-эу, котечка. А я могу скарабкаться, например, вот сюда? Там даже что-то есть. Нет, не могу. А вот сюда тут элементарно. А-а. А сюда? О-оу. Ладно, повторим ещё разок. Мы снова здесь. Котечка вон там. Коробочку сейчас подправим. Давай, двигай. Вот, отлично. Разбираемся. Котечка, кы-кы-кы-кы-кы-кы. Иди сюда. Какой-то странный кот. Привет. На лемура похож, честно. Пошли со мной. Сейчас попаркурим. Полетаем. Давай, перелазь. А, я не могу быстро с ним бегать. Оу. Вот это я упал. Подожди, а как же я тогда... Блин. Может... О, точно, мы сейчас его забросим. Так, поворот. Целимся. И вон туда. Лети. Закинул кошака. Ну, хоть так. Потому что с ним я бы точно не взобрался. А чё он мяукает? Он опять ко мне хочет, чтобы я его киданул. Так, разворот. Всё, мастер, я притащил кошака. Чё скажем? Что такое, Линк? В смысле? Я тебе кошку принёс? Вот, 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 котечка, держи. Молодец. Вернул в целости сохранности. Ну, ты вообще, прям перед тобой был кошак. Прости, что отвлёк тебя этим, Линк. Я знаю, что ты занят. Ну, что ж, пойду её покормлю. Давай, иди. Будь добр, передай ректору, что мы нашли его питомца. Он сейчас у статуи богини. Всё приходится самому делать. По-моему, Зельда тоже с ним. Так что поспеши. Но нужно же тебя как-то отблагодарить. Вот, возьми, пожалуйста. Только не говори никому. Чё он? Рупи! Красная Рупи! Она приравнивается к двадцати зелёным. Блин, точно. Давай вернёмся обратно. Я же помог тогда Пухляшу бочку отнести. Он же мне должен был денег дать. Ёк, Макарёк, как я про это забыл-то вообще. Пойдём-ка вернёмся. Э, Пухляш! Пух... А, вот он стоит. Денег дал. Бочки, кстати, появились. Спасибо, Линк. Ты мне очень помог. Знаю. Это не много, но вот тебе половина монет, который старушка заплатила мне за работу. Давай деньги! Ну, ради Красной Рупи стоило вернуться. Мне нужно задержаться и присмотреть за Академией. Желаю тебе удачи на церемонии, Линк. Ну, спасибо. Давай, пока. Откуда у тебя снова бочки появились-то, а? Расскажи мне. А что, если я в тебя кину? Так, подожди. Захват целей. Захват целей. И теперь кидаем вот в этого чудика. На! Ой, об крышу разбил. Да, пофиг, ладно, всё, пошли. Значит, нам нужно теперь к Зельде. Зельда, Зельда, Зельдовна. Зельда, Зельдовна. А я тут не пройду. Ага. Возвращаемся обратно. Значит, надо вскарабкаться через верх опять. Ладненько. У нас уже 45 рупий есть. Мы с тобой богаты. Разгуляемся. Опа. Значит, нам вон туда, бежим туда. А вот это что такое? Осмотреть. Статуя с птицей. Отмена. Сохранить и выйти. А, это сохранялка. Чекпоинты. Сохранение завершено. Вот чувачок кто такой. Дартанян какой-то. Утречко, Линк. Как поживаешь? Удалось хоть чуть-чуть поспать. Ты, наверное, всю ночь ворочался. Как-никак. Сегодня у тебя церемония окрыления же. Я-то? Да я-то выиспался. Да я просто ворота чиню. Что-то они в последнее время скрипеть начали. Непорядок. Послушай, ты ведь не забыл с утра помолиться богине? Просто подойди вон к той статуе из птицы и произнеси короткую молитву, чтобы сохранить продвижение. Да я уже это сделал. Не забывай, такие статуи стоят по всей небоземии. Молиться каждый раз, проходя мимо, полезная привычка. Как говорится, молитва час бережет. Ха-ха, спасибо. Это точно. Бодро фрукт. Этот необычный плод восстанавливает твой запас сил. Заберем. Ну все, бежим. Зельда, я бегу. Ты же меня ждешь там? Я надеюсь, что она меня ждет. О, еще один фрукт. Возьмем. Вон она, вон она, Зельда стоит. Зельда здесь еще не знает о своем предназначении. Юноша, ведомый, помощница и богини. Союз земли и неба поможет заключить. И все до горизонта светом озарит. Вот и ты. Доброе утро, Линк. Доброе утречко, Зельда. Рада видеть, что мой небокрыл смог вызволить тебя из царства сновидений. Я была уверена, что ты проспишь нашу утреннюю встречу. Да я-то я вообще не проспал бы. Только посмотри на этот инструмент. И этот наряд мне дали их для церемонии, поскольку я буду играть роль богини. Такие красивые, правда? Особенно этот инструмент. Мне сказали, что он почти такой же, как тот, который по легенде принадлежал богине. Звучит он тоже потрясающе. Я спросил у отца. Он сказал, что это лира. Ты что, не знаешь, как лира выглядит, что ли? А это одеяние. Я сама сшила накидку, и мы даже использовали ее для сегодняшней церемонии. С этой лирой и таким нарядом из меня получится отличная богиня. Я хотела, Линк, чтобы ты первым увидел меня такой. Поэтому так рано и разбудила. Блин, не дала поспать, ё-моё. Итак, как я выгляжу? Э-э-э. Отлично. Хороший наряд. Э-э-э. Ну, я обычно мало говорю, поэтому э-э-э. Правда? Знаешь, возможно, он и правда немного странный. Блин, надо было сказать, что отличный наряд. А я смотрел и будавлю стою. А, Зельда. Вот ты где. Ну что, все готовы к сегодняшней церемонии? Здравствуй, отец. Линк, ты тоже здесь? Прекрасно. А вот и отец Зельды. Вот так вот он выглядит. Не сказал бы, что они похожи друг на друга, но... Это Гиппора. Отрадно видеть тебя в такой ранний час, учитывая твою любовь ко сну. Не иначе, как глаза не мог сомкнуть в ожидании сегодняшней церемонии, а? Если ты выиграешь сегодняшнюю гонку, тебе выпадет честь вместе с Зельдой принять участие в последующем обряде. Так что, приложи все усилия. Кстати, об этом. Отец, я не уверен, на что он справится. Линк в последнее время практически не готовился к церемонии. А если и летал на своем небокрыле, то просто планировал себе неторопливо, при этом наверняка витая в облаках. Уж не знаю, о чем он думает. Чтобы сегодня победить, полет на птице должен пройти безупречно. Не волнуйся, Зельда. Хотя, может, ты и права. Сегодняшняя церемония окрыления станет испытанием не только навыков наездника, но и его дружбы с птицей. Выиграть будет сложно. И, как ты верно заметила, я тоже не увидел, чтобы он тренировался так же усердно, как и другие ученики. Но вы знаете друг друга с малых лет. Разве есть повод так тревожиться? Видишь ли, у твоего друга его небокрыла особая связь. Я никогда не видел ничего подобного. Как вы знаете, каждый житель небоземии составляет лишь половину целого. Нас дополняют небокрылы, птицы-стражи, которых богиня дарует каждому из нас, как символ своей божественной защиты. В юности каждого небоземца наступает момент, когда под статуей богини он встречает своего небокрыла. Довольно занимательное событие, как вы понимаете. И все же день, когда Линк наконец увидел своего небокрыла, был чем-то особенным. Ведь прилетевшая к нему птица оказалась алым небокрылым. Видом столь редким, что мы уже давно считали его вымершим. Да, было ясно, что между мальчиком и птицей возникла глубокая связь с самого момента их встречи. Ты ведь помнишь, как Линк впервые встретился со своим небокрылым? Незабываемо. Мальчик просто запрыгнул на птицу и грациозно улетел вдаль. Мы даже не успели ничего объяснить. Это была судьба. А судя по тому, как ты ревновала его в тот день, моя дорогая, я бы сказал, что эта дружба не прошла мимо твоего внимания. Линк опять летает в небесах где-то. Но разве можно тебя винить? Уверен, не ты одна позавидовала крепкой связи, возникшей между ним и его птицей. Участие в чем-то необыкновенном всегда рано или поздно начинает вызывать косые взгляды. Ничего смешного здесь нет, отец. Это серьезное соревнование. Церемония – часть последнего испытания для тех, кто хочет стать рыцарем небоземии. Если во время гонки Линк не будет летать достаточно быстро, что если из-за этого Линк упустит свой шанс и ему не разрешат стать рыцарем? Не волнуйся, моя дорогая, все будет хорошо. Честное слово, когда дело касается твоего друга, ты становишься сама не своя от тревоги. Послушай, Линк, сегодня ты должен быть быстр, как никогда. Тебе нужно хоть немного попрактиковаться перед гонкой. Идем, потом скажешь мне спасибо. Нифига себе, она его поволокла. Он чуть там об землю не бился. Вот, давай, прыгни с моста и позови своего небокрыла. Церемония вот-вот начнется. Отнесись к подготовке серьезно. Но я не хочу, подожди, Ель, до какого... Мм, что? Говоришь, не можешь почувствовать свою птицу здесь? Да-да, так я и поверила. Пытаешься увильнуть от тренировки. Ловкий ход, но меня не проведешь. Вперед! Да тебе ж сказали, птицу он не чувствует. Ну, Линк, давай. Нажми на эти кнопки и позови своего небокрыла. Че-то, походу... Кабс да Линку. Зельда, че ты натворил вообще? Его птица определенно не торопится прилетать. Что? Что не так? Держись, Линк. Все в порядке. О, господи, девочка. Зельдочка. Если бы не ты, все было бы в порядке точно. Все целы? Прости меня, дружок. Я не хотела тебя так гнать. Ты не вывихнул крыло? Это очень странно, Линк. Что же могло случиться с твоим небокрылом? Чтобы птица не отвечала на зов хозяина? Неслыханное дело. И ты все еще не чувствуешь свою птицу поблизости, да, Линк? Это серьезная проблема. Особенно потому, что церемония окрыления вот-вот начнется. Когда ты сказал, что не мог почувствовать своего небокрыла, я... Мне следовало поверить тебе, Линк. Прости. Мне нужно позаботиться о моей птице, так что увидимся позже. А тебе надо поскорее выяснить, куда делся твой небокрыл. Опа, че, уже церемония? О-о-о-о, надо же, как незаметно время пролетело. Если я правильно понимаю, в этом году церемонией руководит инструктор Филинон. Поговори с ним, Линк. Объясни ему ситуацию и спроси, согласится ли он немного отложить гонку, чтобы ты мог найти свою птицу. Окей, босс. Отец, но ведь ты ректор Академии. Даже если Линк обратится к инструктору Филинону, тот наверняка придет к тебе за разрешением. Ну, как бы, да, логично. А, действительно. Ты, как всегда, совершенно права, моя дорогая. Ну, что ж, тогда я сам объясню ему ситуацию. Линк, беги к инструктору Филинону и скажи ему встретиться со мной в моем кабинете. Так, ну, ладненько тогда. Побежали. Бежим. Надо скорее, 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 как можно быстрей. А то там уже колокола звонят. Бринчат. Вот это возьмем. Ну, фрукт точно бодрящий. Бегу, 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 бегу. Вот он, Филинон. Это же он, вроде бы. Ёл. Что случилось, Линк? Ты какой-то бледный. Что? Твой небокрыл пропал. Как странно. Да, очень нехорошо. Думаешь, ты сможешь его найти? Ты только начал искать. Но как ты успеешь к церемонии? Похоже, твое участие в церемонии в прямом смысле слова висит на перышке. Хм, прошу прощения, не лучший коломбур. Понимаю. Значит, меня вызывает ректор. Хорошо, сейчас пойду к нему. Я перед тобой в долгу за твою помощь сегодня. Так что о церемонии не беспокойся. Ищи своего небокрыла. Точно, я же ему котейку помог найти. Так что он у меня в долгах. Ну что, будем искать небокрыла. Где он у нас может быть? Вон, там ворота открылись. Пойдем вниз по городу пробежимся. Может, что найдем, увидим. Бабочки. Бабочки, бабочки. А что там было написано? Подождите, подождите, подождите. Читать. Академия рыцарей. Ясно. Что ты делаешь, паренек? Расскажи нам секрет. Он похож, кстати, на... У него башка луковая. Головка лука. Так, парень, хватит биться башкой от дерева. Ой, ну и лицо у тебя. Линк, погоди. Линк, помоги мне с одной штукой. Тебе нужно просто выполнить рывок, а потом ковырок в дерево. Ну, в общем, как я сейчас и делал. Разбегись прямо перед деревом. Бам. Сделай ковырок прямо в него. Ну давай, пожалуйста. Ну ок. А, смотри, там вон жук сидит какой-то. Так, значит, разбежаться и бомбануть. Бежим. Ух ты. У тебя получилось. Это же небесный жук-олень. Эй, постой. О, рупи выпала. Синенькая. Че, ты жука упустил? Жук улетел туда. Куда-то. Эх ты. Ну вот, мой небесный жук-олень. Так близко был. Ну да ладно. На самом деле, голыми руками их не поймать. Зря я выкинул сачок, который купил в летучей лавке бидла. Эх. Ну вот. Я тебе помог, а ты пожертвовал своей башкой кучерявой. Хотя она не кучерявая. Так, так, так. О. Женщина, ты... Ты видела моего небокрыла? А, это не женщина. Это Гайчи. Привет, Линк. Как, поживаешь? Скоро ведь начнется церемония окрыления, верно? Не терпится посмотреть на твоего небокрыла. Ну, скоро-скоро будет. Так. О, ребята, он сидит. Пойдем к ним подойдем. Знаешь, Грузь, с тем, как он царапался и клевался, это оказалась та еще морока. Ну еще бы. Вы думали, что такой огромный алый небокрыл сдастся без боя? Но теперь птица у нас, парни. И мне без разницы, насколько сильными кто-то там их читает. Из нашего загона этой пташки не выбраться. О, пачки. Я, кажется, понял, кто у нас птичку стырил. О, у Линк. Тут это... Да... А ты давно здесь стоишь, а? Я не понял, что тут происходит? И что тебе, кстати, нужно? А, погоди, я понял. Судя по твоему полному мольбу взгляду, ты пришел поговорить о сегодняшней гонке. Так и слушаю. Ах, Грузь, не будешь ли ты так великодушен, чтобы дать мне сегодня победить? Прошу, умоляю. Ты так отчаянно хочешь победить, чтобы в конце церемонии остаться на Денисельде, на статую богини. Хе-хе. Нет уж, прости, дорогой Хлюпик. Грусть благодарностью не занимается. Мой совет – усердный труд и надежда. Может, даже вторым придешь. Кстати, о птичках. А куда делась твоя? Что-то давно я этот комок красных перьев не видел. Даже не представляю, что могло с ней случиться. Может, в ее крошечном мозгу что-то замкнуло, и она в облаках заблудилась. Как считаешь? Я знаю, что это ты, Стериал, слышь? Верни ее. Я тебе покажу. Крутая прическа, сказать ему. Хе-хе-хе. Ну нет. Я тебе покажу. Верни мою птичку. Вот только что ты мне покажешь без своей-то птицы. Крылья отрастишь. Ах, он негодник, а? Знаешь, ты ведь только и делай, что чеванишься тем, что... Что такое чеванишься? Может, славишься? Славишься тем, что вы с Зеледой давно тесно общаетесь. Мы уже поняли. Между прочим, дружить из детства – это не Виталь. Но даже так ты только и делаешь, что всю жизнь в облаках витаешь. Очнись уже и приведи себя в порядок. И перестань быть таким слюнтяем. Потому что если какой-то болван позорит доброе имя нашей Академии... Интересно, о ком ты сейчас, Грузь? А? Зельда, привет. Мы тут так... Блин, попадусь. Грузь, даже не думай. Опять к нему придираешься. Он такой же ученик Академии Рыцарей, как и все остальные. Почему ты все время его задираешь? Да, ну... Наверное... Да все понятно, Грузь влюбился в Зельду. Наверное? Наверное, что? О, да, он влюбился. Наверное, ты... Ай, проехали. Наверное, ничего, ясно? Ладно, парни, улетаем отсюда. Увидимся, Линк. Надеюсь, ты найдешь свою пташку. А не то всю гонку просидишь в запасных. А это сильно ухудшит твои шансы на рыцарство. Так что птицу лучше найти, иначе горький вкус поражения всегда будет с тобой. Но тебе не привыкать. Типа крутые парни школы. Что-то я начинаю подозревать, что эти олухи как-то причастны пропаже твоего небокрыла. Ну, на их помощь точно можно не рассчитывать. Так что давай приступим к поискам, Линк. Я сделаю круг вокруг небоземии. Может, замечу следы твоей птицы? Отец поговорит с инструктором Филиноном. Насчет переноса церемонии окрыления. Так что не переживай. Мы успеем найти твоего небокрыла. Блин, Назель-то вообще крутая. Хоть и смешно тут выглядит, у нее нос как картошка. Ну, чего, где будем искать? Я предлагаю... О, залезь вот сюда. Давай сюда залезем. Прыгать. Отлично. С высока-то все видно же, правильно? Эу, Линк, ну же. Как быстро-то я по лесенкам скарабкиваюсь. И вот мы на вершине. И что здесь? А, нифига здесь. Не видно. Ладно, давай спрыгивать. О, можно почти... Не сюда. Фух, вот это меня пронесло. Я думал, я сейчас упаду нафиг с небоземья. Ладно, бежим дальше. Возьмем сейчас фруктик. Вот так вот. Можно, кстати, сохраниться, но пока не буду. Так, так, так. Здравствуйте, мадамо. Что-то случилось, Лин? Куда ты так спешишь? Твоя птица. А, тот необычный алый небокрыл. Дай-ка подумаю. Нет, я его не видела. Попробую посмотреть от статуи богини. Оттуда весь город, как на ладони видно. Статуя богини, это здоровенная статуя на севере небоземья. Ведь ты там уже бывал? Иди прямо туда, где отметка крестик. Ее невозможно не заметить. Ага, мы вот здесь, а нам туда и бежать. Ну ок. Так, так, так. С кем бы еще поболтать? Вот, девочка может тут играть на площадке, видела что-нибудь. Девочка, привет. Hi. Привет, Линк. Как тебе куклин дом? Кстати, кукля это я. А я сегодня буду играть кое с кем. Как здорово. Понятно, девочка мне ничего не скажет. О, тыква. Тыква, тыква, тыква. Тыква. Давай кинем ее вот сюда, в дырочку. Мда. Надо болеть, а то мне еще затыкал. Тащит. О, смотри, там кто-то есть. Попрыгали туда. Спросим там. У местного. Привет, чудик. Ты что тут делаешь? Опа, смотри. У статуи нет одного глаза. Петях. Ты погляди на эту штукинцу. Интересно, сколько лет она уже здесь стоит? У нее еще и глаз не хватает. Вот бедолага. Кстати, чтобы осмотреться, можешь нажать вот на эту кнопку. Ну, давай сделаем. Так. Ну да, я вижу, что не хватает глаза, и что? И что он мне это даст? Дедуль. А, ничего он мне больше не скажет. Он просто повторяется. Ок, бежим дальше. Ох ты, пещера закрытая какая-то. Давай скорее туда. Что это за пещера такая? О-о-о-о-оу. О-о-оу. Небокрыл там. И как мне туда пройти? Водопадная пещера, монстры, кровопийцы. И детям входит воспрещено. А я же ребенок. Черт. А там мой небокрыл. Мне надо как-то... Ой, зачем сюда спрыгнуть? Ну ладно. Хоть плавать умею, это хорошо. О, смотри, по домам есть тоннель. Можно там проплыть. Но, пожалуй, мы туда не поплывем. Хотя я даже не знаю, как занырнуть. Вроде мы не умеем нырять даже. Ну да, прикинь, мы не умеем нырять. Это грустно. Может быть, потом научимся. Так, значит, мы поняли, где у нас небокрыл. Смотри, с меня вода стекает. Прикольно. Игруха 2011 года, но так проработана, что прям удивительно. Подожди. Подожди, кошак, а ты тут что делаешь? А? Какого лишь ты тут забыл? А, туда его закинуть не получится. Ладно, гуляй. Басек. Че, мне кому надо что говорить-то? Я нашел небокрыл, но я не знаю, как туда пробраться. Там закрытая пещера. Надо взрослого позвать, видимо. Ладно, побежали, короче, к статуе. Эй, Линк. Опа. Сюда. Пипит. Я кое-что узнал о твоем небокрыле. Подойди. Опа-на. Пойдем. Но я, правда, уже знаю, где мой небокрыл. Но если ты мне поможешь, то это было бы круто. Он вроде бы в костюме рыцаря. Че такое? Давай болтай. Эй, Линк. Я тебя как раз искал. Я решил помочь в поисках твоего пропавшего небокрыла. И представь себе, когда я спросил об этом Петюню, он очень странно отреагировал. Прости меня, Линк. Я очень хотел тебе сказать, но если Грусь узнал бы... Похоже, Грусь его хорошенько запугал. Продолжай. Расскажи ему правду. Утром я убирался в столовой, и туда зашел Грусь со своими приятелями. Они меня не заметили и начали обсуждать план похищения твоего небокрыла. Я очень хотел тебя предупредить, Линк. Но когда я попытался ускользнуть, Грусь и его хулиганы меня схватили. И сказали, что если я тебе расскажу, то могу навсегда забыть про полеты на птицах. Они уж об этом позаботятся. Похоже, Грусь с приятелями решили похитить твою птицу и спрятать ее где-то у водопада. Где бы это могло быть? Давай-ка посмотрим на твоей карте. Ну блин, я там уже был. Только что я оттуда вернулся. Точно. Вот. Похоже, это водопад, отмеченный крестиком. Спасибо. Прости меня, Линк. Я такой трус. Пожалуйста, прости. А я тебе вообще-то помогал с бочками. Вот так вот ты меня отблагодарил, да? И что мне делать-то теперь? Как мне туда попасть? Я думал, ты мне поможешь. Если ты собираешься к водопаду, не забывай, что там водится всякая ползущая и летающая живность. Страшная и опасная. Понадобится меч. Кажется, командующие рыцарями сейчас в зале для тренировок. Спроси у него, может он одолжит тебе меч? Ооо, меч бы мне помог. Пойду-ка, спрошу. Субтитры создавал DimaTorzok